На сегодняшний день приоритетной задачей Услонимской гороинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды является минимизация приносимого вреда природе. В настоящее время проблема охраны окружающей среды приобрела особую остроту. Ни для кого не секрет, что проблема охраны окружающей среды сегодня является одной из самых главных. Наше человечество, конечно, не в силах отказаться от техногенного развития. И понятно, что количество различных отходов, которые попадают в окружающую среду, с каждым годом будет возрастать. Полностью эту проблему мы, конечно, решить не можем, но минимизировать количество вредных веществ, отходов, которые попадают в природу, мы все-таки можем. Мы еще не привыкли думать о последствиях использования обычных батареек. Сегодня остро стоит проблема утилизации отработанных элементов питания или попросту, как в народе говорят, батареек. Казалось бы, небольшая батарейка, но она способна отравить, загрязнить около 20 метров квадратных почвы. Батарейка содержит различные тяжелые металлы, такие, например, как цинк, никель, кадмий, литий. Даже небольших количеств, попадая в почву, они способны ее загрязнить. И понятно, что с различными продуктами питания они попадают и в организм человека. И даже в небольших количествах могут привести к нарушению здоровья человека. Чтобы не загрязнять природу, сдайте отработанные батарейки. Специалистами подсчитано, что ежегодно каждая городская семья выбрасывает примерно от 100 до 500 грамм отработанных элементов питания. Если взять в целом у нас по республике, то получается это около 500 тонн ежегодно. Цифра, конечно, впечатляет. В различных странах проблему утилизации отработанных элементов питания решают по-разному. В странах Европейского Союза, например, руководство ЕАС обязало продавцов батареек, тех, которые продают в год не менее 32 килограмм батареек, так скажем, или примерно это 4 батарейки в день, иметь контейнеры для приема отработанных элементов питания. В Японии, например, сегодня идет сбор батареек, но утилизация их не производится, так как японцы считают, что еще не существует достаточных технологий для извлечения тяжелых металлов из отработанных элементов питания. В нашей республике также организован сбор отработанных элементов питания. Давайте следовать значку, который стоит на элементах питания, не выбрасывать. Давайте будем делать все возможное для того, чтобы среда питания наших людей была более комфортной и чистой. На сегодняшний день активным сбором отработанных батареек занимаются коммунальные службы. Коммунальное унитарное предприятие Словимское жилищно-ремонтное объединение занимается сбором от населения отработанных батареек. Батареек можно принести к нам на участки по следующим адресам. Это улица Янки Купалы 13А, Центр по работе с населением, улица Красноармейская 83А. Следующий это на Косовском тракте 100, участок ЖЭСа, улица Ершова 52, а также эти батареечки можно сдать в общежитиях, которые находятся на улице Бреской. Это общежития 69-1, 69-6, вот в этих общежитиях. Также отработанные батарейки по месту жительства можно сдать нашим работникам, дворникам, которые находятся на жилищном фонде, подойти и передать, чтобы они в дальнейшем принесли к нам на базу для дальнейшей их передачи на первообратнощее предприятие. Не выбрасывайте батарейки, приносите их в пункт сбора.